Ухидин Кабери сегодня в необычном для себя амплуа. Политик осматривает свой рынок сахават и беседует с продавцами. У Кабери для предпринимателей плохие новости. Базар, скорее всего, закроют. И еще хуже владельцам не выплатят компенсации. Оппозиционер, хотя и подавлен, но пытается сохранить лицо. В начале казалось, что суд выбрал объективную позицию. Но в последних заседаниях чувствуется однобокость рассмотрения дела. Все наши иски о материальной оценке для определения реальной стоимости рынка отклоняются судом. Кроме того, они не хотят выслушать наших свидетелей. По нашему мнению, действия судей в корне противоречат законодательству. Более того, он неприкрыто руководствуется какими-то мотивами. Чтобы отобрать у оппозиционера бизнес, власти придумали абсурдный повод. Земля под рынком якобы нужна для стадиона, хотя в нескольких сот метрах годами пустует городская спортивная арена. Встания оппозиции понимают, что режим решил их раскулачить и измотать в судах. Вспомнить хотя бы не менее абсурдный иск мэра Душанбэк Кабери. От него требуют опровержения по поводу массовой вырубки деревьев в городе. В аналогичном положении находится и другой оппозиционер. Рахматулло Заиров, опытный и осторожный юрист, лидер социал-демократов, наивно попался в ловушку. Заиров разместил на своей страничке ложную информацию о гибели нескольких заключенных в тюрьме. Они требуют с меня более 2000 долларов моральной компенсации. Я намерен подать встречный иск и привлечь в качестве ответчика руководства двух исправительных колоний. Кроме того, я передал список нескольких свидетелей, от которых исходила информация. Со стороны родственников заключенных в качестве свидетелей выступают четверо служащих, которые официально опровергли мою информацию. Кроме лидеров партий, в судебные тиски попали и их активисты. Под прицелом властей в основном находятся сторонники партии Исламского Возрождения. Трое ее членов сейчас под следствием. Помимо этого, действующий режим прижимает к ногтю представителей СМИ и авторитетных общественных деятелей. Вот уже несколько лет чиновники таскают по судебным заседаниям братьев Тураджанзаде. Во всех трех судебных разбирательствах они проиграли. Следственные органы намеренно, годами расследуют причины странных пожаров имущества оппозиционеров. На практике это называется затягиванием процесса. Во всех мечетях Таджикистана они распространяют мнение, как будто мы унизили авторитет Ислама. Мы виновны в гибели 100 тысяч человек и по нашей вине несколько сот детей осиротели в нашей стране. Это ведь клевета. Кто это доказал? Где факты? Даже президент говорит, что гражданская война в нашей стране была навязана извне. Вот эту наглую ложь они принуждают читать имам-хатибам перед прихожанами. А те, кто отказываются это делать, им угрожают и увольняют. Предвзятость судов свела их авторитет в обществе практически к нулю. Согласно последним опросам в Таджикистане, наименьшим доверием граждан пользуются именно судьи. Из десяти опрошенных служителям Фемиды доверяют лишь двое. Однако и эта вера очень скоро может закончиться. В будущем году в Таджикистане состоятся парламентские выборы. И аналитики полагают, что власть максимально использует судебную систему.